Цены на социальные сорта хлеба повышаться не будут. Соответствующий меморандум подписали хлебопёки и областная администрация. С 1 ноября в области начали расти цены на хлеб. За неделю на некоторые сорта поднялись на 40%. Чтобы стабилизировать ситуацию, пришлось смешаться обл. администрации. В итоге переговоров пришли к обоюдному соглашению с хлебопёками. Договорились, цены на социальные сорта возвратят на уровень 30 октября. Взамен обещают компенсировать потери производителей деньгами, зерном и мукой. Областная державная администрация отработала вопросы, допомоги предприятиям, которые обеспечивают выработку хлеба и хлебобурочные выработки с аграрным фондом державы. Эти механизмы вам известны. Мы формуем сейчас помольные партии. Мы все надеемся, что этот диалог будет в нормальном режиме продолжаться. И дальше у нас не будет каких-то недопониманий сторон. Стали получать пшеницу, данную переработку. И, скорее всего, у нас скоро уже будет мука с аграрного фонда. То, что есть. Наконец-то этот абсцесс пошел. Помольные партии говорят, что будет сформировано. Я надеюсь, что мы тоже это все получим. И каждый завод, благодаря этому, благодаря низкой себестоимости на муку, которая там декларируется, мы сможем сдержать те объемы и те цены, которые мы в этом соглашении объявляем. Со следующей недели занимаемся перемещением зерна с Пологовского комбината хлебопродуктов. И третий класс определяет сегодня буквально директор аграрного фонда, вновь назначенный, находится в Киеве, определяет элеватор, с которым мы доформируем третьим классом помольную партию. И будем готовы обеспечить практически половину той потребности, которая есть годовая, до следующего урожая, по заявкам наших хлебозаводов. Сегодня, говорят, уже отправили 240 тонн зерна. На ближайшие сессии облсовета собираются выделить 400 тысяч гривен компенсации потерь хлебопеков. А в следующем году обещают снижение кредитных ставок для производителей.